Приветствую вас, дорогие телезрители, дорогие наши подписчики. На нашем канале мы сейчас в Херсонской области, в селе Лазурном, на конференции, посвященной молодежному служению, организованной Синодальным отделом по делам молодежи. И находясь здесь, слушая доклады, которые здесь звучат, конечно же, понимаешь всю актуальность таких площадок, где можно собраться, услышать интересные для себя, узнать интересные вещи, ну и, конечно же, об этом порассуждать. Хотелось бы пообщаться как раз-таки на эту тему с заместителем председателя Синодального отдела по делам молодежи, с отцом Иосифом. Деце Иосиф, ну, что хотелось бы спросить. Вот перед началом формирования плана конференции ставите ли вы перед собой какие-то глобальные цели? Ой, на самом деле я все делаю, честно вам скажу, признаюсь, я все делаю для себя. В каком смысле? Мне чего не хватает? Мне не хватает каких-то сведений, какой-то информации. Мне что-то хочется услышать. И именно то, что хочется мне самому узнать, услышать, то именно эти выступления мы и находим людей, которые могли бы раскрыть те или иные выступления, моменты. Плюс ко всему, каждому из нас не хватает некой такой рефлексии. Точнее, рефлексия у нас есть, но нам не хватает именно рефлексии, скажем так, со стороны посмотреть на видение ситуации той или иной. Это возможно только в общении с собратьями. Когда я слушаю собрата, вижу, как у него ситуация какая-то, я понимаю, что у меня происходит. То есть, вот именно у нас это слово формализированная конференция. На самом деле это не столько конференция, сколько форум, где можно задать вопрос и даже подискутировать с вышестоящими. Я вижу, что у нашей церкви, на самом деле, по крайней мере у отцов, которые приезжают на конференцию, огромнейший потенциал. Потому что я иногда, ну точнее наша команда, иногда мы создаем темы, даем темы провокационного характера. И отношение к этим темам, отношение к этим темам, благодушное, внимательное, вдумчивое, показывает мне, что наши отцы намного умнее, мудрее, чем мы даже сами привыкли о себе думать. И это для меня, конечно, очень важный момент. Я хочу сказать, что все-таки эти конференции, это как некая площадка, где духовенство, молодежное, может открыться и посоветовать. Много мероприятий, проектов, которые нам удалось или мы попробовали реализовать, это как раз-таки, это некий результат, как раз-таки, посещения вот таких рабочих встреч. Ну, хотелось бы, если я, Сав, пожелать, чтобы они действительно были плодотворными. Уверен, что они таковые и есть. Но вам больше вдохновения, чтобы те темы, которые вы поднимаете, они действительно помогали духовенству, который на пути в работе с молодежью, формировать эту работу, чтобы эта работа, прежде всего, открывала пути к церкви для молодого человека. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ну, как вы видите, вот такие рабочие встречи, вы знаете, это не может не радовать, потому что это демонстрирует и подчеркивает жизнь нашей церкви. То есть мы не замыкаемся в своих каких-то вопросах, мы не замыкаемся в том, что нам не ясно. А создаются нашей церковью вот такие рабочие конференции, на которых мы эти вопросы озвучиваем, мы интересуемся. И вырабатываются новые модели решения. Но таким образом жизнь не жительствует церкви. И слава Богу, что у нас есть на сегодняшний день возможность встретиться, пообщаться, для себя что-то решить, ну и услышать это мнение. Хотя я могу сказать, что, допустим, на сегодняшний день однозначно религиозность молодежи падает. Если мы еще 5 лет назад могли говорить, что из какого-то количества молодых людей себя идентифицируют с религиозными людьми процентов 70-60, то есть на сегодняшний день я понимаю, что есть некая даже мода на антиплеликаризм, на какую-то такую вот антицерковность, антидуховность. Молодые люди очень часто этим даже правилуют. Вот, и, конечно же, это для них некий даже такой стереотип поведения, да, быть в тренде именно такого антидуховного, что ли, отношения к людьмам. В 2020 году помогут изменить и расширить направление работы антидухродицкой епархии. Мы открыли для себя новые интересные форматы взаимодействия среди них, но также смогли сохранить свою привычную деятельность и простых условиях пандемии. В этом году детская епархия запустилась в несколько мигде проектов, которые привлекли большое внимание не только в Украине, а и с рубежом. Поэтому внимание было предоставлено деятельность детской епархии и надежным отделом за период последней конференции весенней и по сегодняшний день. Летом, тоже, как было сказано, были введены определенные ограничения для того, чтобы собирались в помещения люди. Поэтому мы вынуждены были продумывать различные мероприятия уже с соблюдением дневного карантина. Ну и, собственно, все, что вы увидели, и Десетка, и Маус, люди в центре, и вот это вот все эти новые проекты, которые, скажем так, мы запустили, попробовали, но пока что вот нарабатываем. 80% витрачаем у своих трудозатрат, 20% идет о користи. В вашем случае, сколько у вас трудозатрат и сколько користи, на вашу думку? По той причине тут просто колоссальная работа, и мы думаем в плане миссионерском, сколько оно даёт результатов. Потому что я смотрю, у меня просто руки не хотят подниматься, вот как сказал Олег, это уже приземлило, это 20 тонн метра для нас. Вот, если так подниматься, и на сколько можно верить в себя, чтобы так начать, або че дейсно этот результат вправдует ваши сподневания? Горение пока. Да. А насчет того, что у нас можно это вообще существовать? Поверьте, подключаются люди, ведут заинтересованность, горение. Понимаете, если человек, который продает какой-то продукт, он не увиден в этом продукте, он, например, зомневается, то есть нет этого горения, то и ничего, и не будет никакого результата. Вот, а так, я хочу сказать, что деятельность молодежного отдела и информационного отдела, это деятельность не одного человека, это деятельность большой команды, и каждый делает свое дело. Если говорить о молодежном отделе, то я хочу сказать, что вот у нас последний один из последних сюжетов был этот семинар, обучающий семинар. У нас каждый год мы хотели, по примеру конференции, стали проводить однодневные, двухдневные такие семинары, скажем так, повышение квалификации для духовенства, которые работают с молодежью. Все работает по уже выберенным стандартам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Медперсоналу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дим legitimate И они, скажем так, получают для себя здесь тоже какой-то опыт Насчет знакомств Ну, слава богу, давно я езжу уже по бластину Владыки на эти конференции Поэтому особо новые знакомства не приобретаешь Но, тем не менее, рад поделиться для молодых начинающих ребят каким-то своим опытом Поэтому и сегодня конференция показала, что ребята вовлечены, заинтересованы и думают, что для себя извлекут какие-то полезные уроки и реализуют что-то на своих приходах, своих епархиях. Вообще хочется сказать, дорогие друзья, что то, что у нас в церкви проходят такие конференции по молодежному служению, по семейному служению, взаимодействия с медициной, это говорит о том, что конференции на богословские тематики, темы истории, это говорит о том, что церковь это живой организм. И вот такие вот исследования, вот такая вот, скажем так, проработка каких-то необходимых тем и форматов жизни церкви в нашем современном обществе, она необходима. И это реакция как раз-таки духовенства, реакция нашей церкви на те вызовы, которые сегодня ставит перед нами общество. Ну а в таких конференциях мы вырабатываем как раз-таки такие модели взаимодействия, ну, конечно, все зависит от божьего промысла, как оно получится, нельзя это все как-то подвести под одну какую-то черту и технологию. Но тем не менее, что-то мы должны для себя усвоить, чем-то поделиться и что-то новое открыть.